Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Уганду заявила, что африканские страны могут покупать у России зерно и удобрения, но предостерегла их от последствий за нарушение санкций в отношении российской нефти. «Если страна решает взаимодействовать с Россией там, где есть санкции, то она нарушает их. Они нарушают наши санкции, а в некоторых случаях ограничения ООН в отношении других стран. И мы предостерегаем страны от этого, потому что тогда есть вероятность, что против них будут приняты определенные меры». Уганда – первая остановка американской чиновницы в африканском туре. Это государство – одно из 25 африканских стран, которые воздержались или не голосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину. В компале она встретилась с главой Уганды Ювери Мусевани, который неделю назад принимал Сергея Лаврова. «Россия особенно сейчас активизировала африканский фронт. Это связано с тем, что она хочет сформировать пояс поддержки своей позиции в войне против Украины. Они шантажируют Африку в том числе возможным голодом в связи с отсутствием поставки зерна». Президент Уганды, при том, что открыт для диалога с демократическими странами, не отрицает приверженности России. «Всякий раз, когда возникают проблемы, и кто-то хочет, чтобы мы заняли позицию против России, мы говорим, эти люди были с нами последние сто лет. Как мы можем быть автоматически против них? Мы даже простили наших бывших врагов – колонизаторы, те, кто на самом деле вывозил отсюда рабов и делал плохие вещи. Мы простили их, и мы работаем с ними. Как мы можем быть против кого-то, кто никогда не причинил нам вреда, а вместо этого помог нам?» Однако Соединенные Штаты предлагают африканским государствам конкретную помощь, в частности, расширение инвестиций, а вот России предложить им нечего в связи с невозможностью использовать валютные резервы. Внимание США к африканским странам – результат активности в регионе других государств, в том числе и Китая, считают эксперты. КНР активно инвестирует в континент. «Он заходит в Африку через программы экономического сотрудничества, то есть инфраструктурные проекты, освоение месторождений, полезных ископаемых и так далее. Кредиты активно раздаются». Президент Владимир Зеленский убежден, что в будущем Украина и государства Африки будут иметь много общих экономических проектов. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с африканскими журналистами. По его словам, Украина готова стать гарантом продовольственной безопасности африканских стран. «Африканские страны могут очень серьезно пострадать из-за спровоцированной России дестабилизации мировых рынков и глобальных отношений. В частности, из-за продовольственного кризиса. И при этом в Африке есть дефицит правдивой информации о российской войне против нашего государства и профицит российской пропаганды. Сделаем все, чтобы изменить этот баланс». Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в Украине появится спецпредставитель, курирующий сотрудничество с Африкой. А также осенью запланировано турне министра иностранных дел Украины по государствам Африки. Елена Михайловская, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.